Это вот как я балдю от нашего народа. Слово балдю это из той оперы, что нужно было бы вам посмотреть. Сейчас я вам покажу топ несколько отличных американских коммерческих сюжетов. Надеюсь, за те 10 минут, которые будут за моей спиной, мы с вами немножко определим вопрос. Поэтому, извините, звука не будет, но вы должны понять, что там был Арнольд Шварценеггер, а это Сальма Хаек. То есть они в коммерческих сюжетах используются и работают, естественно. А другой вариант, внимательно посмотреть продолжение этого сюжета. Это как бы будет не те самые 15, 20, 30 секунд стандартные сюжеты. Там все больше, красивее, интереснее. Понимаете, о чем я говорю? То есть американские коммерческие сюжеты, пункт номер один, они идеально исполнены. Для того, чтобы это сделать, вам еще нужно подумать, ну, в принципе, я смотрю эти коммерческие сюжеты. И вы знаете, некоторые мои коммерческие сюжеты, которые я сам изготавливал, поверьте мне, они еще сами американцы могут посмотреть, сказать, что это дело было вот так вот. А теперь возникает вопрос, почему мы не работаем и не используем эти коммерческие сюжеты? Наверное, у вас нет таких денег. Ну да, наверно-ка. Но все-таки мы о чем будем с вами говорить? То есть это топовые модификации самых крутых специалистов, да? Но в принципе я снимал топовых магнитогорских специалистов. У нас есть замечательные люди в театре и оперы, и балеты, естественно, на Пушкино. Там тоже есть крутые специалисты. Я их также приглашал, и мы работали. И вы знаете, даже брал отличные сопровождающие в качестве звукового сигнала. Тембры, звучание они были просто изумительными. Да-да-да, этим я также занимался. Так что, если есть большое желание, это ко мне. Обращайтесь. Сделаем все от и до. Компьютерную графику тоже. У меня один человек приехал, наконец-то. Он был, он реально круче всех. Ну практически. То есть их двое на этом уровне. Это самый топ. В случае чего я его могу привлечь. То есть мы сделаем практически изумительно все. И в некотором событии это будет даже так, что надо будет еще подумать. Конечно, не я топ в этой жизни. Топ, если честно, в Российской Федерации, это, конечно, Владивосток. Я когда туда приехал, я так немножко... Ну, вы понимаете, что надо признавать свои ошибки. Я их признаю, вопросов нет. Я признаю и пытаюсь сделать это максимально интересно, чтобы это вы могли бы увидеть. Но у нас возникает проблема. То есть дивная ситуация в чем заключается? В том, что эти коммерческие сюжеты, это где они используются? Вы думаете, что в интернете нет, господа мы? Это чисто американские телевизионные коммерческие сюжеты. Это их потом уже собрали здесь, чтобы вам показать, что американцы очень крутые. В этом смысле этого слова. Они всегда были... Америка всегда была самая крутая в области телевизионной рекламы. Тут даже рядышком никто стоять не будет. Но рядышком могут стоять такие специалисты, как... Ну, допустим, я. Я смотрю, думаю, работаю и делаю. Почему Магнитогорск у нас тупит? Вау! А вы думали, что Магнитогорск не влетит? Еще как влетит? То есть давайте все-таки обратим свое пристальное внимание на субботу, допустим. Есть такой канал РТР, слышали вы, наверное, да? Не слышали, зря, кстати. Но там у нас проблемки сейчас, и мы пытаемся эти проблемки решить. Ну, будем решать достаточно долго. Но, тем не менее, когда я посмотрел, сколько Магнитогорских сюжетов в рекламе на РТР висит, и сколько... Ну, из той же оперы, конечно, вот до этого, рядышком здесь стоять, и вы никого не будете, даже вопросов нет. Но количество... В Челябинских сюжетах... Так там в Челябинских сюжетах ровно в 10 раз больше. Магнитогорск, вы там где у вас что-то с головой-то? То есть я вам уже опускаю свои ценники. То есть я могу сделать хорошие сюжеты, но я могу сюжеты сделать грамотные, для того, чтобы людям все это дело по ушам проехать и доехать. Потому что, видите, не будем говорить, что Магнитогорск глупый город. Он далеко не глупый город, но это он даже... Далеко не глупому городу даже еще 100 лет нет, понимаете? И вот в свое время строили обыкновенные товарищи. Кулаки, естественно, в большей части. Кулаки чем отличались? Тем, что мозги они свои внедряли еще и на детей. То есть уже и дети кулачи. Я не буду говорить, что это было плохо. Далеко не было плохо, но это случилось. И когда мне говорят, ты бы смог бы развернуть события, я говорю, что я не буду разворачивать события, потому что я появился на свет. Потому что моя бабушка женилась с моим дедушкой и появилась моя мама. А потом моя мама женилась на другом дяденьке. Ну, будем считать, что это был отец. И появился я. То есть я не буду ничего говорить, потому что раньше все было мне нравилось. И если честно, слово Сталин я услышал только... А, вот когда у нас баран один. Помните такого, да? Ну, и был такой. Ну, чмо. Ну, вонючий, понимаете? У нас один просрал страну, Горбачев, а другой пропил ее, Ельцин, понимаете? Какая клево. Такую страну развалили. Да просто уроды. Так вот, пока Горбачев не устроил вторичный заход по товарищу Сталину, я не знал, что Сталин вообще существовал в этой жизни, понимаете? Я его не знал. Я не знал про него. Я не знал. Мне и так было хорошо и красиво. Да, господам? И такая наша жизнь была. Но, к сожалению, она развернулась. И в некотором событии мы вам говорим, что при должном уважении к собственному бизнесу вам лучше заказать рекламу. Только у кого вы будете ее заказывать? Вот вопрос. По одной простой причине, ну, специалистов должного уровня, это еще найти-то надо. Основные специалисты, основные специалисты по кино, они уже достаточно давно уехали. И помните, ну, вот Арик Болден подстрелял, случайно застрелил одну женщину из России, которая закончила в ГИК. То есть, вот то, чем занимаются сейчас в ГИКовцы, это, естественно, Америка. Вот так вот, понимаете, да? Ну, просто, ну, посмотрите. Ну, вот. Это не проблема. Не проблема. Говорите, и мы сделаем. В точном соответствии. Вы думаете, не сможем полетать вот так вот? Сможем полетать, не проблема. То есть, в данном случае, что мы можем включить? Это снималось в отдельном материальчике. Это дрон. Дроны тоже у меня есть. У меня есть 4К, аж, большое количество, аж 4 штуки. То, что вы сейчас видите, это прорисованная, естественно, магистраль. Сделано это в 3D-графике. Это, в принципе, тоже возможность сделать. Ну, это все делается, это все делается. Вот это тем более делается. Видите, как все накатывается-то, да? А модель самолета, это я также могу делать. Могу вам показать, это делал я лично. То есть, в принципе, все, что вы желаете, можно исполнить. И, к слову о том, это не такое дорогое-то удовольствие. Конечно, это стоит денег, но стоит денег. И ваш товар будет просто изумителен. Вот я что бы вам хотел сказать. Но вы же думаете своей головой. Только давайте, собрав много голов, сделаем грамотный вариант. Забудьте вы про этот сраный интернет. Просто про него забудьте. Я его не смотрю. Единственное, что я смотрю, когда вот такие вещи собираются. Это клево. Потому что это и есть мое обучение. Вот и все.